Не понял. Где я? Кто я? Кто это сделал? Короче, помню, был у нас в школе такой урок. Биология. Я на него ходил с большим удовольствием, так как на нем можно было поспать и тебя никто не трогал. В общем, учитель было то, что надо. Делай что хочешь, учи когда хочешь, а не хочешь, ну и ладно. Трояк все равно получишь. Я бы таким учителям еще при жизни памятник бы ставил. Но в один прекрасный день прихожу я, значит, как обычно на урок биологии поспать и смотрю, а к нам в класс вместо нашего любимого бочонка вламывается какое-то неизвестное человекоподобное существо и заявляет. С этого дня теперь биологию буду вести у вас я. Думаю, да насрать, все равно буду спать. Оно че-то там начало бухтеть про какие-то пестики и тычинки, а я в это время уже начал так сладко засыпать. И тут-то чувствую удар в лоб. Не понял. Где я? Кто я? Кто это сделал? Че происходит? Кто посмел? И смотрю, а на меня смотрит этот гуманоид и держит в руках кусочек мела. Слушайте сюда, мелкие засранцы. На моем уроке все внимательно слушают, что я говорю. И по-другому не будет. Ага, думаю. Напугал ежа голой жопой. И как только я огрызнулся, как тут же в меня полетел кусок белого мела. Не понял. Понял. Короче, лафа поспать на биологии закончилась навсегда. И эта ходячая энциклопедия, если ты че-то не то сказал, как-то неправильно посмотрел или просто сидишь ничего не делаешь, кидался в насмелом или просто подходил и лупил линейкой по рукам. Короче, лапать был еще тот. А так как я был одним из лучших учеников, то с мелом и линейкой я встречался каждый урок. И когда меня это уже достало, решил я ему немного поднасрать. И перед началом очередного урока приклеил все мелкие линейку суперклеем к доске. Сижу на уроке, улыбаюсь, думаю, ну лапать, что ты теперь будешь делать? А этот потомок Адама спокойно достает с ящика целую коробку мела и говорит, ну а теперь начнем наш урок. Думаю, ах ты ж крыса вонючая. И когда урок закончился, я под дверь ему вставил вот такую штуку. Короче, минут пять он долбился в дверь и не мог выйти, пока его не услышали. Я довольный был, пипец. Но мне этого было мало, и перед следующим уроком я решил намазать доску мылом, чтоб мел не писал. Стою тихонько, натираю доску и слышу, а рядом кто-то дышит. Поворачиваюсь и вижу. Ну что, щенок, вот ты и попался. Едерить-мадерить. Бить он меня, конечно же, не стал, но сделал кое-что похуже. И каждый урок до конца года, а домашнее задание нам расскажет Витерочек. И началось. Витя, к доске! К доске! Кто же у нас сегодня пойдет к доске? К доске! К доске, я сказал! Мне даже кошмары начали сниться дома. Ты шо спишь? К доске, я сказал! Мама, мама, мама. Но был и один плюс. Это был единственный предмет, по которому я за год получил оценку 5. Витя, к доске! Субтитры сделал DimaTorzok